Первая главная роль моя спектакль «Банкрот или свои люди? Сочтёмся» по-островскому я играю липочку и привожу папу привожу папу, премьерный спектакль ну и тогда был совершенно шквальный он такой спектакль и большой очень успех и тогда вот театральная Москва собственно меня и открыла хотя до этого я играла какие-то роли у меня были три ввода в хорошие спектакли у меня была до этого одна главная роль такая неинтересная, отвратительная в пьесе, которую мы делали к образованию СССР там какая-то украинская пьеса неинтересная очень вот и вдруг Островский и такая блистательная роль Мой кумир мои утехи в раз превозмутил и мои забавы смехи в грусть преобразил я стою у быстрой речки и в источник не смотрю пусть гуляют здесь овечки а я тихо слезы... так мне было хорошо в этом материале я помню на спектакль пришел отец и когда стали аплодировать папа стал... ну все хлопают выражая свой восторг а папа вот так сидит и вот так делает и поглядывает, потому что ему неудобно ему казалось, что вот он отец и все видят, что что-то он отец и хлопает и он так вот... это очень скромненько а потом я попросила его провести ко мне в гримерную я вхожу и говорю папа, тебе понравился спектакль? и вдруг мой отец мне говорит понимаете, дочка папа, ты что со мной, на вы? то есть я там? там где-то а он здесь не расцепляйся, парень и броня! не спортились, как порог! господа, еще раз не вас! не вас, не вас, не вас! экзамен по теоретической защите роли принимают руководитель курса режиссер Катин Ярцев и художественный руководитель училища народный артист Советского Союза Захава сдает экзамен Наталья Гундарева в спектакле в этом существует в общем-то два таких лагеря это вот дом где, значит, главного героя все время заставляют поступать не так, как он считает нужным а так, как просто считают нужным его родственники и для чего они это все заставляют его делать? для того, чтобы ему просто жилось хорошо первые курсы это такие ярлыки вот, допустим, первый удачный этюд о, эта девочка будет потом, к четвертому курсу этой девочки уже не было ну, просто оказывалось, что укусить себя за руку и заплакать там, в этюде на органическое молчание можно, а сыграть роль нельзя этого недостаточно укуса недостаточно для того, чтобы сыграть ну, и так далее пошутить в коридоре это одно, а вынести этот юмор на сцену это совсем другое рассказать смешную анекдот там это одно а рассказать что-то здесь когда на тебя смотрят прилюдно это это две разные вещи это и есть, наверное какая-то сторона таланта окончились студенческие годы впереди большая жизнь в искусстве я уже давно определилась что у нас нет такой профессии артист есть такой способ существования либо я так вот могу жить как я живу либо я не могу так жить и тогда люди талантливее меня по данным своим по актерским данным все-таки уступали дорогу другим наверное, вот таким, как я много хвалялся а как не пустишь? муж ведь и девке нельзя без отца не хорошо а мужик он и есть мужик что творить сам не ведает какой с него спрос я как-то что-то не умею веселиться я не умею веселиться с точки зрения здравого человека то есть там не знаю петь песни танцевать для меня самый большой праздник когда мне не нужно работать и я стараюсь это время провести как-то очень спокойно тогда в мою душу там какое-то умиротворение приходит и я как-то понимаю для чего я на этом свете потому что все остальное время я бегу как я выдерживаю эту жизнь как я выдерживаю эту жизнь я сама не знаю я просто живу я живу и я понимаю что у меня второй жизни не будет и когда я об этом думаю то мне не хочется горюниться мне не хочется ничего пропускать мне хочется смеяться но мне хочется и страдать потому что иначе я не почувствую полного объема этой жизни мы то бродячие артисты только мечтаем о таких вот диванчиках трогательных предках на стенах цветных окошечках ой в трубах здесь наверное везде вороньи гнезда нас ломает жизнь перед каждой премьерой каждая новая работа это невероятное насилие ведь чем больше ты делаешь чем более ты становишься известным знаменитым популярным и что самое ужасное поймите меня правильно любимым тем страшнее тебе каждый раз браться за новую работу потому что ты должен это все оправдывать а когда тебе уже знают все знают твой тембр голоса знают как ты повернешься знают приблизительно ну вкус стиль хотя роль она диктует нам отходы от себя но тем не менее тем не менее все страшнее и страшнее ведь становится работать это так так что это не это не что это что Я этой профессии отдаю все, что у меня есть. Я готова лишиться очень многого в жизни, лишь бы только в том, что я делаю, было все. Поэтому я туда уношу свой восторг, свое упоение, свое мужество, свою веру, свою любовь, свою ненависть. Я все тащу туда. И там начинается в 7 часов вечера, не каждый день начинается жизнь. Жизнь, наполненная страстями, убийствами, разочарованиями, женитьбами, прощением, битвами. Бог знает чем. И я становлюсь счастливой. И степень моего желания того, чтобы там произошло, такова, что я ухожу оттуда абсолютно опустошенной. И уже на самую жизнь у меня не хватает сил. Девушка не принимала никаких посетителей и беспрерывно смывала любовную арию, сочиненную для нее самим Гайтаном Даницем. Семейная хроника гласит, что все слуги были покалечены не меньше нее. Я привезу вам цитату. Вероятно, бедная девушка принимала на службу лишь скрюченных людей, женщин с усохшими и искривленными конечностями. Калеки всех разновидностей Плачили свое жалкое существование, Ежедневно поднимаясь и опускаясь по ступеням этой лестницы, Которой отныне стало известно не как лестница продвижения, а как лестница горя и скорбь. В жизни ничего не бывает просто так. Тебе не могут отдать все, ничего у тебя не попросив взаимы. Мы платим за все. Во всяком случае, я за свой успех плачу. Но я готова это делать, потому что я однажды приехала на гастроли в Одессу, а тогда мы гастролировали, спектакли шли в Одессском оперном театре, и его отреставрировали. А он невероятной красоты. Когда я вышла на сцену и увидела зрительный зал, я думаю, боже мой, вечером вот этот зрительный зал наполнится людьми. И они будут смотреть за тем, что мы делаем. И никто из них никогда в жизни не испытает вот этого чувства. Думаю, вот если бы они вышли и встали на мое место, я думаю, наверное, они действительно вот как наркоманы. Они уже никогда бы не могли от этого отказаться. Когда ты видишь зал, и не потому, что он красивый, а потому, что ты начинаешь владеть вот этим всем. Когда тебе удается заставить заплакать их или засмеяться, ты начинаешь спорить с Богом, который управляет нами. Ты начинаешь владеть их душами. А это вредно. Если этого блага не использовать, это очень вредно. Церковь там у нас и... Мы же пытаемся сравниться с Богом. Нам дали сущность, а мы ее пытаемся изменить. Мы же каждый раз... И вообще профессия такая предательская. Я же, приходя в гримерную, снимая с себя все, надевая другую одежду, я же, кроме того, что предаю Бога, я еще себя предаю. Я становлюсь другим человеком, я меняю сущность, пытаюсь, скажем так, менять сущность. Ну, за все платить надо, и... Пусть так, но когда видишь этот зал, когда люди хлопают, и вот так вот делают, и смотрят, и кому-то неудобно. Миночка, погуляй, именно здесь. Да, мы здесь. Да, спасибо большое. А вы довольны. Спасибо. А потом вот сюда. Да, вы будете. Да, хорошо. Она жила на лету, на бегу. Она все время бежала, спешила. Она привыкла работать день и ночь, сниматься здесь, вечером уезжать в другой город на съемки. Это было для нее мало. В каком-то интервью она сказала, что если Гончаров бы жил, и она бы жила. Это невозможно. Отсутствие Наташи в театре, на экране, это невозможно. До свидания, Наташа. До свидания.